Сегодня в программе «Ревизор в Крыму». Поезд Москва-Семперополь отправляется из второго пути. Вы, как всегда, без спроса. Ради вас я полезу даже в дымоход. Я и команда. Тут темно, там могут пререзать. Сейчас разобью камеру. Здесь очень даже неплохо. Поднялась, пожалуйста. Но! Это все пятна. Надеюсь, что это апельсиновый фреш. Они все убегают от этого. Почему? Не ходите по другим каналам. Там такое не покажет. Звертаємо увагу. Цей выпуск программы «Ревизор» знімався у серпні 2013-го. За півроку до відомих подій у Крыму. Здравствуйте, мои друзья! И здравствуйте, враги! «Ревизор в Крыму». Я здесь все знаю. Давайте свои руки, не ходите по другим каналам. Пойдемте со мной. Я привела вас в открытку Крыма. Никого нету. Ни души. Столи із скатертинами. Та й майданчик для входу відкритий. А от де люди? Странное место. Де персонал? Кафе взагалі працює чи ні? Минута или секунда, и уже не работает заведение. Чи все ж працює? Эй, здравствуйте! Це вікно кухні? Відкрито? Полізимово вікно. Не вперше. Ради вас я полезу навіть в димоход. Я і команда. У пошуках персоналу команда ревізора десантується на кухню. Мініатюрній Ользі просто у віконце влізти. А ось вірному оператору Сашинці не солодко. При зрості 2 метри 4 сантиметри і вазі понад 100 кілограмів йому, бідному, доводиться і плечі стискати, і в три погиби лягнутися. Це Сережа. Оператору Сережинці простіше, у нього забарити менше. Ресторан Марія. Работал, но закрился. Ах, ще горячо. На цій пліте только що щось жарили. Вот, теплі кастрюльки. Где всі? Свет виключили. Чому? Злякалися камер? Все, хто на пути к ласточкиному гнезду, здесь можуть остановитися, покушати, пообедати, покормити дітей. Тому не це міста дуже важливо. Що подають, Марія? Оливки, перепелиные яйца, огурцы, перец. Экономне отношення к овощам. Вот, недоєдки тоже здесь і огрызки. В цьому халатиніке у нас... Здравствуйте. Здравствуйте. А ви хто? Я рядышком роботаю. У сусідній крамничці? А, ви теж через Захмала лазите? Теже з вами лично. А ви як Карлсон, який живе на крыше. Отойдіть. Ну, а ви зачем? Щоб посмотри, що внутри. Здесь нічого смотри. Але дуже обізнаний мужчина. Здесь вже плов, популярне блюдо. Тарелочкою прикрыто картошка, панельно гарнир. Ось би посмотри, меню Марія. Що це за блюда? Це відсотрудників владіння. А ви відкуде знаєте, якщо ви тут просто побігали? А це що? Це перше відсотрудників бульончиків. Откуде знаєте? Тому що знаю. Хто ви, мужчина? Ви владелець Марії? Нет, я Андрей. Марія ваша жена? Нет. Так хто ж ви? Таємний шаруальник Ревизора? Размораживається мясо. Странного вида этот фарш. Кто це? Рыба, курица, ворон. Непонятно, це що-то. Наверно, чайка. Наверно, чайка? Ананасы. Це то, що подаєт детям десерт. Якщо воно заморожене, переморожене, то дуже-очень опасно. Холодильник потрібно розморажувати давно. Мясо і риба вместе. Не розумію, почему. Міщина, як вас звуть? Дня Андрей. Дня Оля, здравствуйте. Замечательно. Може, ви мене чай зробите? Завтра зробимо чай. М'якою і делікатно Ольга намагається позбутися нав'язливого кавалера. Микроволонка, кстати, чиста. Ну, як, в темноте чиста, якщо присмотреться. Микроволонка, грязна. Ох! Я не вижу свежих продуктів. Де овощи? Де кримські помідори, лук, риба? Замість цього Ревізор знайшла дещо дійсно свіже. Сьогоднішнє. Сьогодні 22-е, да? 22-е сьогодні число мужчинів? Заказ 580 гривень. Тобто сьогодні кафе працювало. У нас їли шашлыки, фрі, сьомгу, соус, хліб, обслужування, лімонад і чай. Кога заболів він? Два часи назад, деда. Дві години тому як же ж вчасно захворів кухар. Откройте мене, пожалуйста, для яких. Чай не. Не біда. Вихід команді вже відомий. Вийдемо, як прийшли. Після кухні Оля зазвичай миє руки. Але кафе Марія не має свого туалету. Тому Ревізор покаже громадську вбиральню неподалік. Це программа Ревізор. Здравствуйте. А как вас звуть? Нина Лютин. Ну, ви так с любовью к каждому посетителю. То есть, ви каждому делайте, як порцію, да? Нет. Хто хоче, берет більше. Хто хоче, рвет. Понимаєте? А вам нравиться ваша робота? Ну, как вам сказати? Нормально. Люди нормальні. Да, я спасающе таїх, щоб не в туалет сходить. Конечно. Вас всегда вся радь бувить. Да, да, да. Посмотрите, у меня у них дамечки. Пойдемте, посмотрим. Вот есть мыло, жидкое есть мыло и брусочек мыло. Крокодильчик пускай будет. Ну, для красоты не налетим, но я его принесла. Вода только для рук, чтобы не пили люди. Это важно. А унитаз? Когда штор у нас запах не... Здесь очень даже неплохо. Да, я не хочу. Красиво и уютно. Так что, если запах есть сегодня, у нас сегодня шторм. У нас трубы идут, и ничем. Вон есть для воздуха. Нина Леонтина, спасибо, что делаете из этого что-то этакое. Спасибо огромное. Спасибо большое. Мерший звезды. Ковток свежего крымского повітря. И продолжим. Цены. Заведение Мария. Блюдо из мяса и птицы. Жаркое по-домашнему 35 гривен. Баранина тушеная с овощами 55 гривен. Соусы отдельно нужно платить 8 гривен. Гарниры тоже 20 и 12 гривен за картофель жареный фри. Интерьер. Ты уже не думаешь об интерьере, когда перед глазами черное море и ласточки на гнездо. Здесь очень много живых цветов, но долго не посидишь на таких стульях, а не твердые. Посетителей пока нету, но скатерть никто не меняет. Очень грязно. Ревизор готовый с выясновками. Прошла ревизия в кафе-баре «Мария» и я готова с выводами. Экстерьер. Мария повезло. У нее сосед – символ Крыма. Ласточки на гнездо. Интерьер. Здесь много живых цветов. Стулья неудобные. В «Марии» долго не посидишь. Цены. Основные блюда 50-70 гривен. Гарниры и соусы придется платить отдельно. Чистота. На террасе грязно, скатерти не меняют. На кухне, даже учитывая, что нам выключили свет, грязь там не свежо. А холодильник морозится. Вместе с продуктами обслуживания. Когда в «Марию» увидели на пороге резорт, сразу же все закрыли. Только ради вас, мне и команде пришлось залезть через окно. Следом за мной пролез какой-то Андрей. Он не представился, кто он, но знал, что где расположены. Особенность «Марии» в том, что она действительно особенная. Она вроде бы живет, хотя внешне все остановилось. Учитывая недостатки «Марии», рекомендовать кафе «Мария» в Ялте вам ревизор не будет. Субтитры создавал DimaTorzok Персонал готелю «У новому свете». У вас есть проблемы? Стульчик кекс. И покушать, и попить, и запустить. В четыре я жду. Ревизор в Ялте. Следующая ревизия особенная. Я вам покажу съемную квартиру. Пойдемте, проверим. Аборигены півострова и жовтня по травень спокийно живут у своих будинках, ходят на работу и отзначают свята. Но ближе до лета первые туристы появляются на дорогах Криму. И тогда властники приватных квартир, будинков, дач, гаражей и комнат у приморской зоны начинают зарабатывать деньги. Даже отдыхают. Кримчани впевнені, будь-який квадратный метр под дахом можно сдать. Зрештою, навіть на малопридатній для житла квадрати завжди є попит. Еще минулого року за якихось 50-60 гривень на добу дах над головой був забезпечений. Это, если под судаком и далеко от моря. А от задачку на озбережье в районе Ялти довелося выкладывать уже до 3000 гривен на добу. Команда ревизора взяла на первый взгляд пристойное житло. Двокімнатную квартиру в Ялти. Ольга переверит, что ждет на туристов, которые купили на оголошение «Сдам житло біля моря». Квартира, которую показываю, совсем недалеко от вокзала и рынка. Но к морю придется идти 3 километра. Стоит 600 гривен в сутки. Ну что, подивимось и начнем с кухни. О, это что такое? Свеча. Горела на столе, свеча горела. Он любил ее, она любила его. Все это посуточно недорого. Холодильник. Ой, как он воняет. Ой, протухлыми яйцами воняет. Как жаль, что запах камера не передает. Вау, какая грязь. А кажуть, у Крыму чорнозем в дефиците. Фууу. Буду менять перчатку. Спасибо. Мини-бара здесь нет. Зато есть его остатки. Бутылка. Ну, конечно, жалко такую выбрасывать. Не погано, ктось відпочел. А кто? Условия зоны. Есть решетка. Немножко солнышка. И пепельничка тоже есть. Ой, почему я ее в него выбрасываю? Это курки. Стол. Он шатается. Он так шатается, как в вагоне-плацкарте. Поезд Москва-Симферополь управляется из второго пути. Коридор. И во всех отелях есть услуга спортзал. В этой квартире мне предлагают... Видите? Можно улучшить фигуру. А здесь дискотека 90-х. Приглашаю. Как красиво. И ужасно одновременно. Как в приличном отеле. Есть будильник, который показывает местное время. И Wi-Fi роутер. Не будет проблем с интернетом. Найголовнейшее є, без нього вже не відпочинено. Очень ряженое окно. О, такая сцена. Видимо, когда-то здесь был балкон. Можно выступать. Проводить литературные вечера. Петь, танцевать. Кто что умеет. У нас еще есть инакомнату для сна. Та синяя, та розовая. Горит одна лампочка одинока. На лампочке паутинка. Ужасные искусственные цветы. Преждевременно. Ведь еще никто не умер. А раптом. Бо навіщо тоді в квартире зайвий полузбірник. Кровать в стиле стандаля. Красная, черная. Любовь и смерть. Вместе. Воняет. Неоднозначно. Кто б тут еще выбил пил, якщо не ревизор? Одеяла нет. Жара, лето. Холодно ваши проблемы. Ну зачем столько пятен? Это слишком. Пятно от сока апельсинового. Здесь грейпфрутовый. А здесь съели клубнику. Фруктовый десерт у лежку замовляли? А с той стороны? Ой. А здесь кто-то похоронен. Вот. Камушек. гранитные штучни квиты гранитный каменец не иначе як на згадку про померло у ци кимнат и любовь ой как грязно здесь это вашего носика чергова пара рукавичок и де усмитя телевизор похож на пылесос у него перемотанная челюсть слотянный шкаф как детском саду лучики звездочки группа солнышко а здесь можно часто менять постель и в японском стиле и в стиле каунтри полотенца разное и на голову замотать и на уши и на ногу и полотенца для кухни все так грязно пыльное старое есть одеяло покрывала оператор сашенька завжди готовый на допомогу прийти и еще одна пара рукавичок прощавая спальня хочу срочно помыть руки сколько здесь всего и свинья игрушки и место для полотенца даже есть мыло жидкое и не совсем бабочка раздавленная на полу грязная не ходите по другим каналам там такой не покажет к ванне грибок прилагается черный и это не трюфель вода есть холодная и горячая и два ведра если вы захотите помыть ноги или пол все подивилися ну что обсудим я провела ревизию в ялтинской квартире экстерьер квартира недалеко от рынка и автовокзалов но к морю три километра интерьер видно что он чей-то владелец этой квартиры любит дискотеку даже в ванной цены эта квартира стоит 600 гривен в сутки чистота здесь такая подленькая грязь она там где не ожидаешь у изголовья кровати под кроватью на шкафу в подушках ванную лучше принимать в резиновых сапогах потому что там грибок обслуживание самообслуживание особенность каждый из нас хотя бы раз но в такую квартиру видел или даже мне и жил но может для отдыха рисковать не стоит жить в таких условиях да еще задорого подумать может лучше в отель я за то чтобы отдыхали поэтому рекомендовать квартиру в ялте с такими условиями вам друзья и вам враги я не буду дочекайте ся най драматичный шакрымская ревизия что довело до слез персонал готелю у новому свете у вас есть проблема стульчик кекс и покушать и попить и запустить в четыре жду ялта найдорожче місто криму стільки красивых жіночих них не бачила жодна набережна над всем цим высочить готель ялта интервьюст але ревизорови не в готель а в итальянский ресторан ата волна при ньому здравствуйте программа ревизор к вам в ата волна не чекали ольгу фреймут здравствуйте ольга фреймут программа ревизор здравствуйте заместитель генерального директора по питанию напиткам ялта интурист вот так можно на одну секундочку выключить камеру венамика приватная беседа можно нет я знаю никогда не выключали даже если говорили что включаем их не так штука могут руки трясающих по отламу да так собственно говоря вы как всегда без спроса да конечно почему потому что правила программы такие чтобы вы не успели подготовиться чтобы мы увидели ваш настоящее лицо перчатку тогда сразу давайте передачу перчатку просто так на дниет ага вы хочете рекомендацию ревизора але її потрібно заслужити і тільки ревізия покаже чи гідні ви нагороди когда увидимся потом думайте мы знаем мы вирушаемо на кухню здравствуйте вы главный наверно потому что сразу видно вы хорошо держите спину вас зовут юля не оля зовут до справы разрешите посмотреть ваши холодильники овощи фрукты очень важно когда овощи и фрукты имеют отдельную квартиру потому что букашки камашки из овощей могут пролезть 10 приятно получить струдель с муравьями здесь есть стикеры даже чесночок маленький такой хорошенький колобочек сюда уложили 20 08 и вот эта зелень живет в миске с 19 числа лук рынке такой лук удобно кушать и вести деловые переговоры не будете вонять проверено сюда уложили от первого числа холодильник чистый а здесь здравствуйте какие здесь красивый мужчины даже неудобно директор питания напитка в гостинице ялтарит туристы меня зовут юрий еще один директор че не забагато для одного маленького ревизора можете по достоинству смотреть нашу кухню все очень вкусно для наших гостей мы даем всегда все самое лучше хорошо вы как свидетель его вы сейчас таки я просто преклоняюсь вы уже обеспечиваете нашу работу извините я быстро все посмотрю потому что ну я уже все влюбляюсь а мне не нужно вас влюблять все уходите вы очень красивый вытяжки вы чистите вытяжки да а как часто часто раз неделю это мало мало они у вас чистая разница а це еще замарливые повязки зачем это такая крымская фишка но вытяжки чистая гриль тоже чистый у вас как будто бы теща ждет взять и вот видите я ненавижу когда заходишь в ресторан а там вот эти бакенбарды баха и с мухами здесь электрическая убийца мух как красиво маленькие усатые похожие на таракана но не они королевской креветки кальмары рыба которая размораживается все здесь рыба кстати не воняет все у вас здесь чисто здесь немножко нужно протереть хорошо до свидания до свидания до свидания до свидания можно меня пожалуйста давайте Ольга присела в очікуванні меню потім походила макияж поправила а потім терпец ревізора увірвався и Оля пішла за меню сама а далі Ольга ще довго чекала меню на самоті офіціанти не поспішали обслужити ревізора они все убегают от меня почему они просто боятся боятся не пройти перевірку на профессионализм а если придет очень странный гость его тоже нужно обслужити да я странна у нас достаточно профессионализма для того чтобы никто жире не бойтесь она убегает от меня уже просто не бойтесь все хорошо сегодня я буду вашим официантам нареште официанты вы значилися из жертвы я хочу заказать что-то легкое у вас есть какие-то салаты конечно у нас есть класс с морепродуктами фемичино называется хороший очень вкусно с рукавой 95 гривен давайте хлебушек тоже принесите и попить кофе с молоком пока жду своего заказа посмотрим интерьер у ресторана лаконичный интерьер пиццерия есть несколько залов на улице терраса с фонтанами живые цветы это очень важно они дышат и помогают дышать другим пойдемте руки помоем пойдемте мужской туалет извините занята здесь занята это очень удобно огромный ресторан два маленьких туалета сегодня ревизорови багато доводится чекать меню официанта вильную туалетную кимнату ну вот один туалет конечно мужчине неудобно а было бы побольше кабинок он бы не покраснел мыло и вода есть также белые бумажные полотенца это очень хорошо а вот этот скотч некрасиво нужно поменять чистое зеркало картины в итальянском стиле чистое два рулона туалетной бумаги это белая бумага это очень важно а головне красиво унитаз чистый здесь не выняет несмотря на то что только что отсюда вышла мужчина посмотрите в какой позиции я сижу извините но мне неудобно здесь так всюду стулья стоят сразу у ножки здесь можно сесть только здесь но тогда на разрезе придется сидеть вот так как мужик на рыбалке что в этот ресторан одевать чем брюки или вы хотите кого-то соблазнить спасибо в соседнем зале сидит наш тайный покупатель Катя я попросила Кате заказать такой же салат и хлебную корзину когда я с камерами и с ребятами конечно нам хотят понравиться и приносят порции побольше тогда как других покупателей одежда часто посмотрим у кого больше креветок ммм Кать привет давай сюда все поставим и поревняем 4 креветки 4 креветки кальмары 4 у Кати 4 кусочка кальмара листья салата у Кати ниже у меня подушка побольше но главное морепродукты в одинаковом количестве Ольга просить рахунки за салат из морепродуктов и за кофе американо с молоком 115 гривен заказ Кати 115 гривен поговорим я провела ревизию в ресторане от Авола в отеле Ялта Интурист экстерьер высокомерное здание внизу ресторан интерьер не ресторанный пиццерийный но очень лаконичный чистота в ресторане чисто открытая кухня чистые холодильники цены я заказала кофе и салаты с морепродуктами 115 гривен обслуживание за 20 секунд я познакомилась со всем тот менеджментом гостинец набежали все официанты они решали кто подойдет к моему столику это плохо на кухне меня встретили улыбками показали все что я хотела особенность ресторана в том что я так и не смогла запомнить его название я вам сказала все об остальном поговорю с персоналом пойдемте интерьер два замечания туалет там очередь сделайте побольше кабинок столы у вас неудобная мебель когда сажусь чувствую себя на приеме у доктора у гинеколога понимаете я пришла в ресторан а не в больницу Дарина вы выбирали кто должен подойти к моему столику вы меня боитесь к вам приходят разные люди я ждала меню 15 минут почему почему вы меня боитесь или боялись стеснение человеческий фактор идет нужно работать над собой и проходить какие-то тренинги делайте что-то бежала много персонала вы на меня давили столько людей за минуту зачем вы все прибежали на самом деле риторический вопрос многие прибегают кто-то вас не видел кому-то интересно и так далее на этот вопрос даже нет ответа по факту у вас много недостатков да у вас много недостатков но у вас целое кладбище плюсов и вы мне очень нравитесь я рекомендую ресторан от авона всему миру я вас поздравляю это вам поздравляю спасибо вам огромное спасибо спасибо Kerry смотрите какая рэв Blaux это система не убегает если счастливой дороги Я могу ударить этого человека. Вот если бы вы были Клавдия Шифер, у собачек сегодня будет пир. Чим пригощают у рыбного ресторана Балаклавы? Откуда она упала, вот эта рыбка? Работающий процесс. Работающий процесс. Много страданий и стараний. Дочекайтеся. Найдраматичнейшая кримская ревизия. Что довело до слез персонал готелю у нового света? У вас есть проблемы? Стульчик кекс. И покушать, и попить, и закусить. Четыре, я жду. Евпатория. Відомо, как детский курорт и здравница с лекарственными грязями. С часа Европейского союза Евпатория знана своими санаториями и еда. Саме тут харчуются отдыхающие. Дешево и быстро. А вот насколько качественно, Ольга Фреймут переверит. Может быть, это золото, мы оставим здесь. Пошли. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Ревизор». Ольга одразу прямует на кухню. Знайомитесь и с персоналом. Девочки, здравствуйте. Программа «Ревизор». Ой, куда вы бежите? Не бежите. Не убегайте. Я к вам. А зачем вы убегаете? Ревизор озлякался. Мы не кусаемость. Расскажите об этом месте. Что здесь подают? Что здесь самое популярное? Самое популярное у нас окорочка. И больше. И больше. Просто и демократично. А что у вас еще смачненько? Вот здесь котлеты по-киевски. Они уже ждут, когда их вытащат. Очень много мяса. Шашлыки, котлеты те в теле. Ось только зберегается все это открытым и мало не на петлозе. Мухи здесь, как вертолеты, не просто приземляются на тарелки, на бульоны. А почему вы не закрываете крышкой? Закрываем, когда остывает. А навещу потом открываете? Мне просто страшно, что все ваше произведение искусства может испортить муха. Может. А бывает такое, девочки? Ну, редко, но бывает. Дякуймо за честность. Могли же не зізнатися. Девочки, а вот эти остатки, вы потом куда их? На бульон? Бездумным собакам, честно. У нас их много. Много. Приходят сюда тоже в столовку, как постоянные посетители. То вашу етальню тут каждый собака знает? Ой, девочки, как у вас здесь? Ого! А вы просто невысокие. Вот если бы вы были Клавдия Шефер, вы бы увидели, что там грязно. На этой кухне про стерильность, кажется, только ревизор и пометает. А здесь все, что любят дети и отдыхающие. А крошка, она тоже без крышки. Вот и борща, о которой мне рассказывали. Кто эту картошку будет пушать? Теперь уже только песики. Сподіваемся. Уже засохший рис. Его нужно выбросить, девочки. А вот это, девочки. Понимаете? Вот понюхайте. Чим пахнет? Борщем, окрошкою чи вчорашним рисом? Это нужно выбросить собачку. Да, у собачек сегодня будет пир. Они кошечек позовут к себе. Продолжим ревизию и подивимось туалет. Торжественно, под взглядом всех, кто здесь присутствует. Да, я иду в туалет, друзья, помыть руки. Очень аскетичный интерьер. Туалет чистый. Смывает. А вот туалетная бумага серая. Я люблю все светлое, белое, чистое. Крам уже шатается. И воды здесь есть немножко. Но пол чистый, запаха и приятного нет. Кстати, руки вытереть нечего. Ну, або так. Сколько ж коштует пообедать в едальне Евпатории? Першие стравы от 12 гривен. Салаты и овощевый гарнир в районе 15. Мясные стравы от 10 гривен. Целком демократично. Та и на выгляд. Все целком естюне. Оля замовляет куряще стегенце, овощевый рагу и фруктовый кисель. Я заплатила 39 гривен 50 копеек. Пушать не буду, потому что я видела кухню. И мне совсем понравилось. Да кому ж сподобается кухня с мухами, брудом и лишком ежи? Звичайно, Ольга не станет ездить с такой кухни. А это кто такой решучий на ревизор насувается? А вы кто? Здравствуйте, Ольга Фрэйму зовут. Вот мой документ. А, ну тогда с счастливой дороги. Документы покажите. А вы кто? Хозяин. Покажите свои документы. А вы свои покажите. Пожалуйста. Разрешение на съемку. Сейчас разобью камеру. Не надо, не надо. Я журналист. Да мне это знаете, вот это херня. Камеру уберите. Не надо, не надо. Камеру уберите. Мужчина, все хорошо. Откуда вы пришли? Вы на море были? Вам жарко. Не понимаешь, что ли? Смотрите, здесь дети осторожны. Здесь дети осторожны. Сейчас тебе по башке надо. За что? Камеру уберите. За что? Извините, за что? А что вы ругаться пришли? Тут мужчина, здесь детки. Не надо. Вот тем более. Убери камеру. Ольга будь-що намагается заспокоить хозяина, чтобы закінчить ревізию мирно. Хочу все рассказать, что я думала, в вашей столовой. Можно? Конечно. Оля, я могу ударить этого человека? А зачем? Конечно, я могу ударить. Сергей Петрович, зачем? Убери там его. Зачем вы ругаетесь? Все хорошо. Все очень хорошо. Новое место. Женщина ласка – найкраще заспокійливая. У вас картина красивая. Красивая. Интерьер здесь очень аскетический. Видно, что здесь не совсем была столовая, но здесь нет блеска. Мне здесь нравится. Чего не хватает, это кондиционера, потому что посмотрите на наших операторов, Сашенька и Сереженька. Сашенька уже весь мокрый, его можно уже выкручивать. Красивая картина, красивая панорама Венеции. Видно, что гражданин Сергей любит путешествовать. Да? Освона. Сыла чарев ревизора у Дии. Конфликт вычерпано. Прошла ревизия в столовой Евпатории, в Крыму, и я хочу вам сказать следующее. Экстерьер. Приморская зона, выход с пляжа, сразу у моря. Интерьер аскетический. Здесь не успели сделать ремонт, и слава богу, он в стиле Крымской войны. Цены. Мой счет за окорочок, овощи, кисель и кусочек хлебушка 39 гривен 50 копеек. Чистота. На кухне люди, звери и мухи живут вместе и дополняют друг друга. В холодильнике беспорядок, овощи, фрукты, мясо, компот, рыба. Они дружны. В туалете чисто, не воняет, но руки вытереть нечем. Обслуживание. Столовые очень колоритные люди. Девочки в макияже и в прическах. Владелец похож на Санта Клауса. Он вежливый. Спросил, можно ли ударить Сашеньку. Получил отказ, ушел ни с чем. Особенность столовой в том, что это типичная столовая в Евпатории. Учитывая недостатки столовость на улице Эскадронной в Евпатории, рекомендовать это заведение ревизор не может. Редактор субтитров А.Семкин кекс и покушать, и попить, и закусить. В четыре я жду. Балаклава. Тут натовпы курортників. Але чи відповідає місцевий сервіс високим цінам? И у що виліться візит ревизора в один з найпопулярніших закладів Балаклавы – хатинку рибалки? Приглашаю на дивизию. Как уютно возле моря. Очень много людей. Вход. Риба пахнет или воняет. Ох. Щепак. Хатинка рибалки? Витражи. Будто рыбная церковь. Грязно. Холодильники. Все. Мне все ясно. О-о-о. А ось вами за метіль у розпал спекотного літа. Очень грязно. Меняю перчатку. О, такое. Початок ревизии багатообіцяючий. Здається, парой рукавичок не обмежиться. Здравствуйте. Программа «Ревизор». Здравствуйте. Зовут Ольга Васильлана Владимировна. Руку не подадите, да? Хорошо. Ось так просто Ольга знаходить спільну мову з адміністратором. Присаживайтесь. Ну, как присаживайтесь? Сразу же туда? Об'єкт номер один для ревизора – кухня. Одевайся на кухню, потому что, ну, как можно кушать, если ты кухню не видел, правда? А кухня здесь. Добрый вечер. Здравствуйте. Программа «Ревизор». А кто здесь главный? Где здесь шеф? Вау! Ой, извините, ради боя. Ой, я на шпагат села, я даже не планировала. Рабочий процесс. И с ризиком для життя ваш рабочий процесс. Ой, классно. Ну, да. Звичайно, мы ж на каток збиралися. Ну, ладно. Буду держаться до победного. Вижу, очень много заказов. Все заказывают рыбу, рыбу, рыбу. Это ведь так близко у моря. Вот рыбка смотрит мне в глазки, уже жаль, она готовится к подаче. Сейчас я позову главного повара. А вы владелец? Нет, я завхоз. Почему в 21 веке мух ловят вот так вот? Відчувается рука за в госпа. Дешево и сердито. Ультразвуком можно их убивать. А плита у вас не очень чистая. Мьяко сказано. Вы часто меняете, моете. Сегодня мы сдаем смену, меняем все. Кто б сомневался. Ну, кстати, тряпка пахнет шампунькой. Не воняет. А вытяжка чистая? Вытяжка все равно. Жена ловляйте не стоит. Почему я с вами... Где шеф? Ну, нету никого. Нет, подойди сюда. Расскажем. Женя? Да, Женя. О, слава Богу. Давайте поговорим. Вы в себя руки вытирали сегодня несколько раз. Ну, так лучше. А вы отличаете за какой цех? За рыбный цех. Рыбный. Да, я так и подумала. Почему у вас столько готовых блюд? Справді, кухня заставлена готовыми стравами. Смажена картопля, овочи гриль, відбивни, барабулька смажена, з гарніром. Процесс идёт. Робочий процес чи процес охолоджения готовых страв? В холодильнике. Здесь в холодильнике отварная картошка. Вот рыбная косточка валяется. Держите. А это масло, оно сохраняется вместе с рыбой. О, как чёрная рыба и сыр в одном помещении. Сыры с запахом рыбы? Чи рыба с ароматом сыру? Нарушено товарное соседство. Так, здесь макароны уже сварены. Мне кажется, лучше иметь отдельный холодильник для персонала, потому что я уже успела про вас плохо подумать. Всё равно. Тут, здесь. Ой. А далі Оля багато цікавого знайшла. І ковбаски шматочок, і сирок недоїдений, і сосиски заморожені. Все для персоналу? Это для персонала. Для персонала. Точно для персоналу? Не для відвідувачів часом? А вот это что? Это для персонала. И вот это для персонала. И это для персонала. Всё, что похоже на мусор, это всё для персонала. Нет, просто все поели, что осталось. А мы про что? У хорошего шефа никогда ложка не будет прятаться в ведёрке. Был рабочий процесс. Це ми вже чули. Колбаса нарезана, грибочки, рыбка. А вот это что такое? Какі-то остатки былой роскоши. А що це таке? А це, здається, для всіх загадка. Ну, це треба сотрудницю спросити. Ну, да, она, може, себе положила на потім, на чорний день. Рабочий процесс. Знов за рыбу гроші. Рабочий процесс. Рабочий процесс. Рабочий процесс. А це рыба размораживається. Це що за рыба? Солтанка. Солтанка? Барабулька. Она була охлаждённая. Откуда она упала, вот эта рыбка? Она холодненькая. А где у вас холодильники с рыбкой? Ну, здесь есть некоторые затопки. О, здесь много рыбы. Это свежая рыба. Но свіжа тут тільки одна. Ось ця форелька. Это мороженая рыба. Это что? Тут мороженая ставрида, да. И это мороженое. Это ёрш. Столько мороженого. Ну, мы на море. Два дня назад выловлено, естественно. Ну, кстати, непонятно. Два дня, неделя, год. Вот прикрепите стикер. Она охлаждённая. Мы её практически не мороженим. Та ну, мы бачили. Ну, дуже охлаждена рыбка. Я ещё на прощание с вами станцую. Да, я понял, чему. Ну, жирок. Класс, да? Серёжа, пожалуйста. Скажите, пускай помоют пол. Додайте прохання ревизора у свій робочий процесс. Можно меню? Ну, цены. Смотрим. Юшка рыбацкая с гренками и чесноком. 29,90. Дальше. Рыбацкий пир. Если хотят разные рыбы. Для большой компании. Полтора килограмма. 349 тоже. Какой мувитон. Зарисовывать корректором и писать новую цену. Сделайте новое красивое меню. Мне, пожалуйста, барабульку. Ещё можно мне, пожалуйста, 100 или 150 граммов хорошего белого сухого вина? Местного? Местного. Да, спасибо огромное. А ревизор поки переверит интерьер. Здесь как будто всё застыло, да? Вот мне кажется, что это заведение построили в 90-х, потому что всё осталось здесь в 90-х. Здесь такая дискотека 90-х. В зале очень много посадочных мест. Столы компактные, итальянские, небольшие. Мебель деревянная. А здесь не вытирайте пыль. Грязно. Грязно? Не вижу. Ну, чуть-чуть. Нет, это чуть-чуть? Вы шутите? И здесь так всюду. У вас очень грязно. Это позор. Скажите всем на летучке. Ещё один зал. Грязь. Всюду грязь. Вот это. Зачем мы в Крыму? Где море, солнце, вода, кипарисы. Вот это. Он вам очень нужен. Так как в кладбище. Кладбищенский клен. Ну да. Ольга не визнає штучні квіти у ресторанах та готелях. Лучше труба, чем этот клен. Берите, это стыдно. Конечно. Переделаемся. И вот это тоже на летучку принесите, покажите. Спасибо. Мне интересно, где в избушке рыбака моют руки. Женский туалет. Пойдём. Здесь не убирает. Смотрите, сколько туалетной бумаги. Мыло есть и вода есть. А вот в умывальник кто-то упал и разбил его. Кусочки рыбы здесь валяются. Грязь, скользко. И эти мусорки давно никто не выносил. Ой. В унитазе много страданий и стараний. Мне немножко плохо. Почему в туалете не убирают, не понимаю. И здесь никто не смывает воду. Пока Оля интерьер переверяла, ей подали и белое вино. Но ревизор не питаме. Вино тоже ждет проверка. Белое вино должно быть 12-14 градусов Цельсия. Вымирюем. Первое вина хорошее, 13 градусов. Парабулька. Но мы ее видели на микроволновке. Даже вот те же глаза, тот профиль. Мы его запомнили. Кушать я это не буду, потому что мы с вами кухню видели. Мой счет. За местное вино и за рыбку, султанку, барабульку. 75 гривен. Спасибо вам огромное. Я готова с выводами. Я провела ревизию, и у меня есть что сказать. Экстерьер. Вокруг море. Гавань с яхтами. Здесь музыка 80-х и интерьер в стиле 90-х. Цены. Рыба, вода и вино почти 10 долларов. Частота в избушке рыбака очень грязная. На кухне можно танцевать лесгинку, пол не моет. Над сковородками висели мухи, как бакенбарды у баха. Особенность избушки рыбака в том, что здесь, в рыбном ресторане, в Крыму, у моря, я не нашла живой рыбы. Учитывая все недостатки, а их много, рекомендовать избушку рыбака миру ревизор и может. Просто зараз найдраматичнейшая кримская ревизия. Що довело до сліз персонал готелю у новому світі. У вас есть проблемы? Стульчик кекс. И покушать, и попить, и закусить. В четыре я жду. Ревизор в новом світі, в месте, которое переоценили местные и недооценили туристы. Новый світ. Невеличкое містечко під судаком, яке привабливало шанувальників спокойного відпочинку и тихого моря. Містечко настолько маленькое, що кожен клаптик земли тут на вагу золота. Тому и ціни в новому світі одні з найвищих у Крыму. Новый світ, новый шанс. Ревизор здесь. По нашим данным, это самый дорогой отель в новом світі. У Олі ключи від номера, адже таємний покупець Ревизора вже оселилася в уготелі Новый світ. А где Швейцар? Валкам. Спасибо. Здравствуйте, программа Ревизор, к вам. Ревизора не помічает. Швейцар не встречает. Менушка на рецепцій занята. У меня своя жизнь. Покажу вам цены пока. Стандартный, одноместный номер в сезон 650 гривен. Самый дорогой номер отеля это Королевский 2500. Девушка, меня не слышит, иду сразу в свой номер. Такого приветного обслуговования Оля не очікувала. Заходь, кто хочешь, бери, что хочешь, иди, куди хочешь. Пойдемо шукати свій номер. Здравствуйте. Вы кто? Я управляюся этим отелем. Девочка на рецепцію меня не совсем увидела. Можно я вам скажу, что мне нужно в номер? Я заплачу. Мне, пожалуйста, 10 одеял, 10 подушек, маленький цветочек и купальники. Я забыла свой дом. Какие вы купальники предпочитаете? Открытые. Тоже 10? 10, давайте 10. Но купальник выберу только один, который сейчас, сейчас, пол четвертого, в четыре я жду. Хорошо. Нет, это не премха ревизора. Гости бывают разные, и требования у них разные. Но для персонала готель любое желание гостя – закон. Так что Оля проверит, как в готеле «Новый свят» дают дополнительные услуги. Этот номер стоит 1200 гривен. Завтрак? Какой-то такой маленький, весь такой неожиданно маленький. Если бы здесь жили два Сашенька, им бы было неуютно. Почнемо ревизию. Эта подушка декоративная, поэтому я воспринимаю всерьез только эту подушку. Она чистая, но у этой подушки целлюлит. Ее уже стирали. Комочки в манке. Помятая постель. А навещо просувати, коли все одно зимнется? Это все пятна. Надеюсь, что это апельсиновый фреш. Приятно, что на кровати есть на матрасник. Матрас чистый. Ой, а здесь под матрасом? Почему здесь не убирают горнички? А-а-а-а! Боже, коровка! Полетена небка. Там твои детки кушают котлетки. А ну она уже не полетит. Она давно уже умерла. Стульчик-кекс. Один на двоих. Один. А номер нагадаемо? Двомисный. Два стакана. На стакан должны быть перевернуты, чтобы пылинки не садились. И очень дешевый, как для этого интерьера, поднос. Трейзер чистый. О, мини-бар, холодильник. О-о-о! А здесь можно открывать супермаркет. И покушать, и попить, и закусить. Есть и орешки, и вода, и мясное шампанское. Холодильник, кстати, колбасой не воняет. Потому что часто бывает. Знаете, как воняет? Фалатики чистые. И рукава тоже не грязные. Их пока не носили. Если у вас плохое настроение, посмотрите сюда. Как красиво, как тихо. Только цветы почему-то завяли. Их не поливают. Зато горы какие. Кипарисы. Боже, что это не так. Воздух очень свежий. Я боюсь заходить в ванную. Там темно. Места мало, но все, что нужно есть. Душ. Продезинфицирован. Есть полочка для вашей мини-косметики. Она как калька. Шампунь, гель для душа, шампунь и шампунь. Этого мало. Фен лучше, когда он монтирован в стену. Здравствуйте. Без десяти. Встречем. Я ожидала. Заходите, пожалуйста. Ты диви. А в очековании рахунку Оля ближе раздивится весь цей скарб. На глаз. Управляющая определила мой размер. Сайс 38. Это не обидно. Спасибо. В полосочку есть беленький, такой розовенький, для того, чтобы ламбаду танцевать. И черненький. Даже для мадам Брошкиной нашлось. Ого, на будь-який смак, випадок и век. Я провела ревизию в отеле «Новый свет» в новом свете и спешу поделиться тем, что увидела. Экстерьер. Он вам дан Богом. У вас роскошное море. У вас горы. Интерьер. Здесь есть все необходимое. Но ванная комната темная. Цены. Номер, в котором я поселилась, обошелся ревизору 1200 гривен. Дополнительная услуга 140 гривен. Обслуживание. Первое впечатление. Нам не улыбнулись. Нас не попросили присесть. Да, девушка на рецепции, она была занята. У нее был очень важный телефонный звонок. Но она должна была остановиться и хотя бы жестом показать, что подождите, я рада вас видеть. Но потом появились вы, управляющие, и поняли, что нужно спасать отель. Чистота. А вот с этим у вас беда. Кровать. Здесь спят люди. Но они спят, будто бы на песочнице детское. Покрывало, они в пятнах. Отель «Новый свет» — особенное место. Это как красивая женщина, но которая себя забросила. Ее любили, но потом муж ушел, она осталась одна, и у нее депрессия, ей уже ничего не хочется. Она себя запустила. Знаете, вам хватило 20 минут, чтобы мне принести номер 10 разных купальников. Аленький цветочек, постель дополнительную. Все эти уютные вещи, вы с этим справились. И вам не нужно много времени, чтобы выдрать этот номер. Ну что, у вас есть проблемы. Но я знаю, что преимуществ у вас гораздо больше. Я очень люблю Крым. Я понимаю, что это аванс. Но я верю в вас. И да, «Ревизор» рекомендует отель «Новый свет». Я поздравляю вас с тобой. Я вас поздравляю. И я верю, я очень верю, что вы не подведете. Хорошо? Обещайте, что вы не подведете. Спасибо вам огромное. Это немного. Это вот, это все у братьев. И все. И мы вас не подведем. Спасибо вам огромное.